12 января в России день работника прокуратуры. Сотрудники Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры, несмотря на торжественный день, все также на страже закона. В эксклюзивном интервью нашему корреспонденту глава ведомства Вениамин Селефанов рассказал о рабочих буднях и о том, как ведется надзор за исполнением экологического законодательства. Ведение Волжской природоохранной прокуратуры 15 регионов, в том числе и Тверская область, которая связывает река Волга. Руководителя ведомства Вениамина Селефанова наша съемочная группа застала на рабочем месте. 12 января у сотрудников прокуратуры профессиональный праздник, но поздравление между делом. Ведь нужно быть на страже закона каждый день. Собственно, о коллективе природоохранный прокурор рассказывает с гордостью. Ведь именно от профессионализма работников зависит, будет ли справедливо наказан нарушитель. Работаю 6 лет, руковожу этой прокуратурой, и мне достался высококвалифицированный профессиональный коллектив. Вместе с водителями, вместе с секретарями у нас работает 200 человек. Чуть меньше 200 человек, 196 человек. В Твери трудится порядка 40 сотрудников. Их силами были привлечены к ответственности более 6000 нарушителей экологического законодательства. Чаще всего это загрязнение окружающей среды, хищение средств, выделенных на реализацию нацпроектов и многие другие. В минувшем году было заведено 130 уголовных дел. Наш показатель, наша работа – это экологическое благополучие территории, а не количество нарушений. Но кроме цифр, все равно никто ничего не придумал. В этом году мы выявили 23 тысячи нарушений закона. И из них 2500 только на территории Тверской области. На контроле прокурора и дело о расчистке русла реки Лазурь. Несколько лет назад прокуратура заподозрила, что деньги, выделенные в рамках нацпроекта, были потрачены отнюдь и под назначением. Началась прокурорская проверка. Расследование уже у финиша. Помню, одно из последних интересных дел – это, наверное, хищение средств нацпроекта по расчистке русла реки Лазурь. И там около денег-то немного было выделено, несколько десятков миллионов, и то порядка шести миллионов, мы полагаем, были присвоены и растрачены не на те цели. Выявлять преступления помогают и сами граждане, рассказывает руководитель надзорного ведомства. Пандемия нисколько не повлияла на активность неравнодушных жителей. Пожалуй, цели сообщить о фактах правонарушения они могли в любой момент по телефону дежурного прокурора 8-910-937-34-93 или на официальном сайте, нажав вкладку «Обращение» либо придя на личный прием. Итоги не подводил, но порядка, наверное, 80 человек я лично принял на приеме. Человек обратился, заявил, мы проверили, есть нарушение закона и пока не устраняется. Я лично контролирую до последнего, пока сам не убежусь, что те нарушения, которые были, они устранены. Обратная связь с населением играет немаловажную роль. Так, в прошлом году поступило 8 тысяч сообщений о различных правонарушениях. Слив нечистот, загрязнение воздуха и других. Среди нарушителей как физические, так и юридические лица. Например, фермерские хозяйства, предприятия. Как рассказал прокурор, больше половины сообщений становятся поводами для прокурорских проверок. Продолжение следует...